Всех приветствуем на нашем канале. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом, как приготовить вот такие вот шикарные колбаски сырокопченые, охотничьи колбаски кнуты. Готовится не сложно, с натуральных продуктов, без добавления всякой химии, без декстрозы, глутамата, кристалюта, мальтодекстрина, крахмала, муки и манки, которую часто используют для производства колбасок. Готовится не сложно, получается как всегда вкусно и полезно. Приятного просмотра! Для приготовления я буду использовать мясо жирной свинины, здесь у меня 4,5 кг, предварительно засолено нитритной солью из расчета 2% на килограмм. Нежирная свинина, здесь у меня 1,5 кг, также предварительно засолено из расчета 2% нитритной соли на килограмм. И хребетное сало, здесь у меня 2 кг сало замороженное, свежее. Буду использовать морскую соль, измельченный чеснок, белый перец, зерна кориандра, горчица, мускатный орех и оболочка для колбасок. Сейчас я буду измельчать эту жирную свинину на крупную решетку, мелкую нежирную свинину буду измельчать на мелкую решетку в мясорубке. И хребетное сало, шпик я буду нарезать кубиком. Вы тем временем, кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Приятного просмотра! Итак, друзья, хребетное сало полностью нарезал вот такими вот кубиками. Теперь необходимо это хребетное сало залить крутым кипятком на 10 минут. На 2 килограмма сала 2 литра кипятка перемешиваю. Это надо для того, чтобы каждый кусочек отделялся друг от друга. И отставляю в сторону на 10 минут. Итак, друзья, беру 200 грамм воды холодной, отправляю измельченный перец белый, измельченный чеснок гранулированный, измельченный кориандр, измельченный мускатный орех и палочка корицы. И перемешиваю. Отставляю в сторону. Подготовленный пищевой контейнер отправляю в подмороженный фарш нежирной свинины. И в этот подмороженный фарш отправляю эту пряную смесь. И тщательно вымешиваю. Это та связующая основа, которая будет держать фарш плотно в колбасках. Вот такая получилась масса однородная. Измеряю температуру. Температура должна быть не выше 10 градусов. В связующую основу отправляю жирный фарш и перемешиваю. Этот фарш надо вымешивать в течение 5-10 минут. До момента, пока в этом фарше появятся белые волокна. Через 10 минут шпик сливаю на сито. И промываю холодной водой. Охлажденный шпик отправляю назад в гастроемкость. Беру соль, отправляю к шпику и тщательно перемешиваю. Данная бланшировка нужна была для того, чтобы каждый кусочек был отдельно. Он не склеился друг с другом. Также он будет в мясе, в фарше отдельно. Отставляю в сторону. Беру основной фарш и по чуть-чуть добавляю фарш. И вмешиваю в этот шпик подготовленный фарш. Чтобы получилась равномерная текстура мяса и шпика. Итак, фарш очень хорошо вымешался. Отправляю его в пищевую гастроемкость из нержавейки. И убираю в холодильник на 4 часа. Итак, друзья, фарш постоял в холодильнике. Остыл до 10 градусов. И можно этот фарш теперь отправлять в колбасный шприц. Использовать я буду обычный колбасный шприц на 4 килограмма. Сейчас я буду набивать коллагеновую оболочку 19 минут. И отправлять эти колбаски на осадку. Оболочку полностью набил я фарш. Теперь беру края и вот таким способом завязываю. Получается вот такое вот колечко. И теперь вывешивать на просушку под вентилятор на сутки. Так я проделываю с каждой колбаской. Оболочка здесь съедобная, высокого качества. Такую оболочку можно купить на сайте Пан Колбаскин. Рекомендую этот сайт. Ссылка на магазин будет внизу в описании этого видео. Это не реклама. Все вывешиваю. И таким вот способом на сушилку вывешиваю на просушку на сутки под вентилятор. При комнатной температуре для вас, как всегда, время пройдет незаметно. Колбаска потемнеет и будет готова для того, чтобы ее коптить. И так, друзья, 24 часа прошло. Колбаски хорошо подсохли. И так они сейчас выглядят. Стали вот такие вот упругие. Уже форму держит, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот так вот она сейчас упругенькая такая вот. Оставляю на ночь. Цвет уже полностью стабилизировался. Они подсохли и стали вот такие вот аппетитные, ароматные и красивые. Ожидаем ночь в 12 часов. 12 часов прошло и колбаски готовы, чтобы отправлять в коптильный шкаф. Они сейчас стали очень упругие, очень хорошего цвета, аромата и запаха. Дымогенератор заправил ольховыми опилками. Вот таким вот образом я вывесил колбаски. Запускаю сейчас дымогенератор и буду коптить около 4 часов при температуре 30 градусов. Дымогенератор заработал. Интенсивный дым, полностью обволакивающий. Накрываю крышкой и ожидаю 4 часа. Итак, друзья. 4 часа прошло. Две загрузки я использовал. Колбаски закоптились. Сейчас я выключаю дымогенератор и оставляю до утра, чтобы дым в колбасках стабилизировался. Итак, друзья. Колбаски закоптились. Коптились они 4 часа ольховой щепой при температуре 28-30 градусов. Вот так они шикарно выглядят. Очень хорошего цвета и приятного аромата копчености. Эти колбаски, в принципе, готовы, чтобы употреблять их в пищу. Но я еще дам около 2-х суток повисеть при комнатной температуре. После чего я буду вакуумировать и убирать на хранение. Хочу напомнить вам о том, что колбаски сделаны без всяких вредных добавок. Без декстрозы, это глюкоза. Без глютамата, вот, усилителя вкуса. Без всякого кристалюта, это моносахара. И без мальтодекстрина, это полисахара. Также тут в этих колбасках нет крахмала, нет муки. И даже на производстве добавляют в эти колбаски манку. Вот, поэтому эти колбаски полезны. Рекомендую приготовить по этому рецепту. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому это видео было полезно, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Живите вкусно и творите сами вкус своей жизни. До новых встреч, до новых видео. Крепкого кетоза вам желаю. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...